На фоне проходящих в Брюсселе переговоров в странах ЕС проходят массовые протесты. Сотни жителей Амстердама, недовольные тратами ЕС на поддержку проблемных экономик, устроили несанкционированную акцию у здания фондовой биржи. В Болгарии тоже протесты против бюджета. Фермеры оккупировали здание правительства, они пригнали на улице Софии тракторы. Власти сократили дотации на сельское хозяйство на 40%. Это и вызвало недовольство крестьян. Массовая акция протеста в Италии. Госслужащие выступили против антикризисных мер. Забастовки организованы в крупнейшие города страны. Люди не хотят мириться с жесткими мерами экономии, которую вводит новый кабинет. В Бельгии всеобщая забастовка. Остановились поезда, не ходят автобусы и трамваи. Страна буквально парализована. В забастовке участвуют железнодорожники и сотрудники всех транспортных компаний. К ним присоединились учителя, медики, почтальоны и даже тюремные надсмотрщики. Во Франции продолжается забастовка сотрудников служб безопасности аэропортов. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Из-за стачки полностью парализованной сегодня утром оказалась воздушная гавань Леона. Похожая картина в Испании. Крупнейший авиаперевозчик страны отменил треть полетов. Митинг против нищеты провели литовские профсоюзы и пенсионеры. По сообщениям информагентств накануне на улицу Вильнюса вышли 3000 человек. Основные требования повысить зарплаты, пенсии, снизить цены на коммунальные услуги и отопление. МИД Беларуси предупреждает о возможной забастовке польских пограничников. С сегодняшнего дня они могут начать так называемую итальянскую забастовку в связи с отказом правительства увеличить денежное содержание. Все, что нужно сейчас для оздоровления экономики Великобритании, это толпы людей на центральных торговых улицах, переполненные магазины, отели, бары и рестораны. В этом году все крупнейшие торговые сети сообщают о беспрецедентно низком уровне продаж. Это Рождество, как видно по предварительным анализам, самое тяжелое за последние годы. Как для продавцов, так и для покупателей. Люди уже столкнулись с ростом цен на потребительские товары, увеличили счета на электричество, газ, коммунальные услуги. У людей просто нет денег на рождественские траты. Английское образование, бывшее долгое время синонимом качества во всем мире, неожиданно оказалось не таким уж качественным. Элементарный уровень грамотности в королевстве сегодня на катастрофически низком уровне. Каждый десятый выпускник британской начальной школы не умеет толком ни читать, ни писать. А у 30% детей дома нет ни одной книги. В столице Сербии накануне Нового года белое и пушистое пополнение. В белградском зоопарке родились 4 львенка-льбиноса. И львята, их мама чувствуют себя прекрасно. Сейчас малышам подбирают имена. В Белграде уже 12 белых львов, а всего в мире их около 200.